Здравствуйте, мои дорогие, и маленькие, и большие! Вы, ребята, не стесняйтесь, побыстрее располагайтесь. Всем ли видно? Всем ли слышно? Приготовьте ушки, глазки. Чудеса сейчас придут. Интересно будет тут. А вы на ус все намотайте и рассказ запоминайте. Алый шоковый платочек, яркий сарафан в цветочек. Упирается рука в деревянные бока, а внутри секреты есть. Может, три, а может, шесть. Разрумянилась немножко наша русская... Кто, Дань? Кто наша русская? Матрёшка. Матрёшка. Да. История появления на Руси матрёшки туманна. Сколько у тебя, Дань, получилось? Пять. Правильно. Единого мнения о том нет. В середине 19 века в Москве жили богатые купцы Мамонтовы. У них был детский магазин-мастерская, детское воспитание по изготовлению и продаже детских игрушек. Однажды из Японии была привезена деревянная кукла. Это множество фигурок японского мудреца-старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий. Это японское божество долголетия и счастья. Русские мастера решили, а что если выточить и нам такую игрушку, русскую куклу, и расписать её. И сделали это. И с тех пор матрёшка символ нашей страны, России. Да, действительно, первая русская матрёшка была выточена токарем Звёздочкиным и расписана по эскизам художника Малютина. Кукла не была похожа на японскую. Это была девочка в русском сарафане и переднике с петухом в руках. Но настоящая матрёна. Так и прозвали куклу. Матрёшка. Матрёшка состояла из восьми фигурок и изображала девочку в сарафане и платке с петухом в руках. Среди девочек был мальчик. Все матрёшки чем-то отличались друг от друга. А последняя, восьмая, изображала завёрнутого в пелёнке младенца. И все сразу полюбили весёлую матрёшку. Делают матрёшек из лиственницы, берёзы, липы и осины, срубленных обязательно ранней весной. Каждый мастер знает свой секрет дерева и подготовки его к обработке. И сейчас мы расскажем вам про наших матрёшек. Наша русская матрёшка не стареет сотни лет. В красоте, в таланте русском, здесь находится секрет. Да, там мастерные патрушки, но похожа только на трушки. И все они считают, что трушки, а всего одна игрушка. Дли матрёшки по дорожке, было их немножечко. Две матрёны, три матрёшки и ещё матрёшечка. Матрёшка является символом России, является олицетворением семьи. Матрёшку ещё называют матерью. А из чего она состоит, все это её дети разного возраста. Сама матрёшка изготавливается из дерева, и она разукрашена краской. Матрёшка символизирует семью. Мы её приобрели для дальнейшего, будем в дальнейшем передавать из поколения в поколение. Чтобы наша семья была большая. Платачки разноцветные меняют день детской. Из сарафана нового придумала покрой. Люблю оборки, рюшечки и яркие цвета. И известная я модница, какая красота! Я модная матрёшка, надену бусы брошки. Колечки и браслетики, без них жить не могу. Я модная матрёшка, как выгляну в окошко. Любуется вся улица, довольна я сижу. Я модная матрёшка, надену бусы брошки. Колечки и браслетики, без них жить не могу. Я модная матрёшка, как выгляну в окошко. Любуется вся улица, довольна я сижу. Кудряшки непослушные я в косы заплету. Накрашу губки алые, румяне цвету. Возьму с тобою сумочку вишнёвый яркий цвет. И известной в мире модницы, наверное, просто нет. Я модная матрёшка, надену бусы брошки. Колечки и браслетики, без них жить не могу. Я модная матрёшка, как выгляну в окошко. Любуется вся улица, довольна я сижу. Я модная матрёшка, надену бусы брошки. Колечки и браслетики, без них жить не могу. Я модная матрешка, как выгляну в окошко. Любуется вся улица, довольна я сижу. Любуется вся улица, довольна я сижу. Ах, матрешечка, матрешка, хороша, не рассказать. Очень любят с тобой, детки, в нашем садике играть. Шучки красные, платочек, по подолу светики. Весело кружатся в танце яркие букетики.